доброго времени суток друзья мои с вами владислав садитесь поудобнее приготовьте что-нибудь вкусненько и приятного вам просмотра а знаете я являюсь всецело фанатом ховеру мне нравится их стрейф мне нравится их скорость мне нравится их маневренность но мне не нравится их устойчивость поясню если у вас бою отрывает один-два ховера то крафт начинает очень сильно вести и это влияет на оружие ребята в частности вот к примеру уравнители все вы знаете что уравнители есть уникальный талант позволяющий после 7 секунд зажатия повышать их урон на сто процентов но если вас скачает то никаких 7 секундах непрерывного зажатия и речи быть не может и знаете как я не сгорелся как я не ставил оружие как я их не поднимался вал под крафты не помогало но действительно не помогало не получалось делать то что я хочу постоянно получалось как-то то оружие слишком открытое то наоборот слишком утоплено и при отрывании передних двух оверов она просто не могло нормально стрелять и знаете совершенно недавно был у меня совместный стрим с альянсом за инквизишн и пошли мы значит на высокоуровневый ом и там меня осенило при том друзья мои вначале меня осенил один мужик с дробовиком а потом приехал и осенил второй мужик дробовиком но собственно будучи человеком внимательным и все-таки старающимся наблюдать за своим противником и подмечать все лучшее что он делает своем крафте чтобы потом поставить себе это на вооружение я увидел очень интересное строение вы его сейчас можете видеть у меня на крафте это строение позволяет вашим орудиям быть всегда в фаворе не быть всегда выигрыш как его делать как его собирать я расскажу чуть попозже это на самом деле очень просто а сейчас я хочу вам поведать про его реально очень хорошие плюсы на самом деле в основном эти плюсы для ховер крафта но честно сказать мне кажется даже на обычном крафте такую люстру не помешало бы использовать и об этом поподробнее а что же нам дает эта люстра расположив так высоко оружие ребята мы во первых становимся над противником то есть даже если перед нами ховер крафт мы все равно выше вследствие чего стрелять по его оружие нам намного проще а вот крафту противника наоборот ведь ему приходится целиться в очень непонятно расположенное оружие сверху да к тому же прикрытое двумя отвалами в общем бой для него превращается в сущий ад и садами если у него орудия стоят не на уровне ваших стволов то скорее всего вы с легкостью непринужденностью оторвете ему нафиг его вооружение при этом ваше будет всегда иметь отличные углы обстрела и возможности вести постоянный огонь что снова делает уравнители на ховерах эффективными не то есть они раньше были эффективны но была проблема отрывается один-два ховера и как я уже говорил ранее все никакого зажима на уравнителях и быть не может а теперь давайте ребята посмотрим на чем же я столько все это время говорил и как это собрать а речь собственно говоря шла об очень простой но в то же время правильной люстре назовем ее люстрой сразу горит и не моя подделка это не моя разработка как я уже говорил я просто подсмотрел ее ну а почему бы и нет ребята почему бы вам не рассказать о действительно хороших эффективных решениях на крафтах при этом как мне кажется данное построение очень неплохо смотреться будет и на обычном колесном крафте потому что даже в случае с колесным крафтом она делает вас выше вашего противника и ставит вас на уровень ховера ну если бы какой-то причине вы все еще не купили себе ховера не успели или не захотели начала нам понадобятся два лафета мы просто берем и переворачиваем их и в общем-то это основа всей нашей конструкции стоит учитывать что лафеты очень прочные и не стоит глядеть на то что у лафета 51 структура нафиг там было попробую отшибе лафет пропускает сквозь себя пули поэтому его 51 структура на самом деле очень очень крепкая лафета реально могут выдержать очень много по сути лафет по прочности ничуть не уступает паровозному отвалу и тогда даже выдерживает намного больше чем сам паровозный отвал так вот установив на крыше своего крафта два перевернутых лафета сверху мы ставим небольшую окантовочку при том очень важную роль играет именно два отвала малых если у вас их нет то качайте ребята с китайцев у них вы откроете два отвала в этом отвал как мы с вами видим ребята мы ставим не внизу а мы ставим на верхнюю секцию чтобы он прикрывал наше оружие также сверху у нас располагается три наших орудия при том вполне можно заменить центральный уравнитель на аврору и вы знаете при стандартном расположении аврора очень часто теряла противника из виду а вот это вариации и теряет противника из виду друзья мои мне очень понравилась эта сборка мне очень понравилось как она себя показывает в бою и как она работает но в частности мне очень понравилось люстра и теперь любой ховер крафт я собираю именно с этой люстры чего я вам советую также вот на выставке арлей king уже собрал довольно таки неплохой крафт фокол веб бак но у нас собственно говоря сейчас ребята проходят такое интересное мероприятие на стриме собственно сегодняшним который был по кроссауту даже о том что скажу его название давайте какое название а вот а кроссаут тест крафта к бэп нижний слэш хобер нижний слэш в 2 так вот там акция ребята вы предлагаете свой кроп в комментариях под именно стримом по web тест крафт хобер b2 вы предлагаете свой крафт на тему именно как бэп хобер как бы вы могли лучше модернизировать вот этот вот базовый крафт чтобы вы могли из него лучше сделать и я уже вижу что уже сделали лучше вы пишите в комментариях под видео название крафта кстати можете посмотреть там тоже уже вот выложили один крафт как я говорил вот он на выставке крафт просто обалденный мне число действительно нравится он во первых и легче моего и получился и с уравнителями и с авророй и в то же время очень даже маневрене единственное что его как мне кажется недостаток это восемь ховеров но это как говорится лечится можно снять боковой вот эти планки поставить 10 ховеров то есть вы выкладываете туда название своего крафта который вы придумали на тему к бэб хоббер а именно вот такого вот и лайкайте те которые вам нравится этот крафт который наберет наибольше всего лайков он попадет видео обзора автора этого крафта я приглашу на видео чтобы он рассказал как же он его собирал чем он руководствовался и вообще какой он удалось молодец и так что друзья не забываем видео точнее стрим к бэб кроссаут с тест крафта к бэб ховер b2 1440 пикселей 60 fps стрим который прошел абсолютно даже вот ссылочку я в описании под видео чтобы вам проще было найти правда друзья мои под такое размещение подходит только легкое вооружение но поверьте дробовики установлены там будут работать ничуть не хуже чем уравнители или спектра а вот пушку туда уже не впихнешь но ребята а как вам такая сборка встречали ли вы ее в бою как она вам по эффективности попробовали ли вы ее уже или же еще в раздумьях то ребят напишите пожалуйста в комментариях под видео и как вы бы могли ее улучшить вообще на самом деле здесь буду рад если вы будете писать предложение о том вот мол влад а вот я вот знаю вот такую хорошую сборку на ховерах вот с такой-то вот люстрой которая еще лучше может нагибать ребят давайте поможем друг другу собрать действительно хороший крафт поможем сделать точнее сделаем вместе что-то идеально крутое а ребят по моему классная мысль мне нравится надеюсь и вам тоже ну что друзья спасибо за просмотр если вам понравилось данное видео не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал с вами был владислав надеюсь я смог облегчить ваш геймплей сделать его еще более качественным и еще более лучшим попутного ветра как говорится вам ваши ховеры хорошей мощной соложенной команды эффективного крафта и постоянного мвп вам в паруса но я с вами прощаюсь и играйте выигрывайте до скорых встреч пока пока